В то же время С утра Виктор, как обычно, торопился, опаздывая на работу Сегодня с утра планерка Виктор Ступин, 38 лет, инженер в конструкторском бюро, женат Опять будем строить неосуществимые планы, черт бы их побрал Послушай, а давай прямо сейчас поедем за город Татьяна Ступина, 35 лет, домохозяйка, жена Виктора Там так красиво в это время года, на реке особенно Поедем? Угу Послушай, ты не давись, пожалуйста, ешь нормально, хорошо? Да, можно Торопиться тебе некуда, все равно тебя уволят сегодня Что? Ну, сам подумай, что лучше? Слушать, скучное объяснение начальника или на речке сидеть? Поехали Откуда ты знаешь про увольнение? Кто-то звонил? Пузырь, веник? Успокойся, пожалуйста, у тебя после этого увольнения все будет хорошо А у нас с тобой еще лучше Ты шутки с утра шутишь? Ну, зачем мне шутить? Поехали, а? Да что такое с тобой сегодня? Что ты такое говоришь? Я утром пришел на работу А мой стол уже подчистили Меня к начальнику Ну, так мы вот так сокращение штатов Радуйся, говорит, ты давно в отпуск собирался Так что бери удочку и на речку А утром мне то же самое сказала жена И что? Что вас так взволновало в том, что ваша жена сказала вам об этом первым? Я женился на ведьме Нет, конечно, разговоры о сокращении были Но тот же начальник убеждал меня в глаза, что меня не тронут И она предрекала, что вас уволят Как часто у вас происходило, что она видит вперед? Ну, раньше бывало, но так по мелочам Про погоду или дорогу где-то ремонтируют Я не придавал этому значения Но про увольнение это уже слишком Про него она никак не могла знать Но главное, она мне предсказала, что я обращусь к психологу И откуда ты вообще взяла про это увольнение? Ну, не переживай ты так, это все к лучшему Уж куда лучше? Ну, и чем мне прикажется заниматься, если меня действительно уволят? Тебя обязательно уволят, и правильно сделают Ты ведь абсолютно не своим делом занимаешься Тебе совершенно не технический склад ума И что тебе делать в этом конструкторском бюро? Ты мог бы известным писателем быть Ты ведь чудесный роман написал Ну, хватит Что хватит? Ты еще к психологу побежишь И он тебе тоже скажет, что зря ты бесишься из-за этой своей работы Мы с Татьяной уже три года До меня у нее было два мужа Ну, красиво, умна, иронично Даже готовит хорошо Я ей как-то заикнулся насчет ребенка Она говорит, мол, не волнуйся, будут у нас дети Даже двое Мальчик и девочка Я спрашиваю, когда? Улыбается Говорит, всему свое время Ей уже 35 Куда еще-то тянуть? А чем она занимается? Она не работает Она считает, что самое важное в жизни Это ценить свободное время Она может часами наблюдать за глубями Или книжку читать Или думать неизвестно о чем Это вам неизвестно о чем Но просто ваша жена умеет собирать Пусть даже незначительные факты, на ваш взгляд В единую картинку И предсказание ее Это не более, чем анализ этой картинки После визита к Борису Ефимовичу Виктор не смог пойти домой И пришел к другу С которым еще вчера вместе работал Да успокойся ты, садись Отдыхай Что-то мне нехорошо Знобит Знобит? Александр Лучинский, 40 лет Друг Виктора Инженер в конструкторском бюро Женат Значит, нужно водочки выпить У меня как раз есть Что-то ты сейчас стал пить Тебе только повод дай А я себе и не наливаю Я тебе, чтобы ты согрелся Нет, я водку не буду А то еще страшнее станет Спасибо, что приютил А то я как сирота Да ладно Отдыхай, располагайся Слушай, может она действительно ведьма Ну как он, по телеку показывает эти экстрасенсы Танька твоя Замечательная женщина Мало того, что прекрасная жена Она еще тебе говорит, что будет Вот мне бы такую жену Я так рад, что у вас с Машкой нет таких проблем У нас с Машкой такие проблемы Которые тебе и не снились У нас с ней 3-4 месяца Интима не было Вот у тебя когда последний раз был? Ну сегодня утром Ты что, издеваешься, что ли? Почему издеваюсь? Утром перед завтраком Вчера вечером перед сном Так Сиди здесь Дождись Машки А я сейчас к твоей жене схожу Спрошу у нее, откуда она узнала про твое увольнение Может быть там вообще все очень просто Без всякого ясновидения Может она скрывает чего? Я же тебе говорю Я все узнаю Знаешь что, ты иди ложись Я тебе сейчас одеяло принесу А Машке скажешь Что я в магазин побежал Хорошо? В чужой квартире Виктор почувствовал себя легче Ты чего тут разлегся? Мария Лучинская 40 лет Медсестра в больнице Жена Александра Еще в ботинках Совсем сдурел, что ли? Ой Виктор, привет Я думала, это мой А ты что здесь делаешь-то? У меня жена ведьма А здесь я отлеживаюсь Ну да, все женщины ведьмы Мой-то где? За колбаской побежал Я голодный Ничего с утра не ел Так я вам полные сумки принесла Ну ты ладно, лежи Только ботинки сними Слушай Да ты не расстраивайся Ну, мне Сашка позвонил Сказал, что тебя сократили Что делать-то думаешь? Пока не знаю Да ладно, не переживай Не пропадешь Ты вон два года тому назад Какую книгу написал? Роман Да кому он нужен? Никто его не взял Да дело не в этом Дело в том, что ты мужик Интересный Внутренний Не то, что мой Пивоглот Ну, мне кажется Это к Александру Не справедливый Ну, конечно А что вот он мне сделал-то Хорошего? Ну, в личной жизни Я тоже не подарок Ну, конечно Нашел с кем сравнить Себя с моим пустомелей Ладно, я пошла Сумки разбирать И потом я убегаю Сашке скажи, что у меня Вечерняя смена Ты не расстраивайся Главное Мне Сашка еще неделю тому назад Сказал, что тебя сокращают Странно, что не моего Выгнали-то Так вот, кто ей сказал Про сокращение Значит, все знали Все, кроме меня И не было Никакого предсказания Так, Маша Мне пора домой Извини Тебе Сашка Про увольнение сказал? Нет Сашка здесь был? Да, был Только что ушел Ну, и что он говорил? Уговаривал меня пойти с ним И купить ему лотерейный билет Зачем ему Лотерейный билет А он уверен, что если я ему Выберу билет То он обязательно Выиграет машину Он мечтает о внедорожнике Большом, черном Тебе он Или еще кто-нибудь Говорил о моем увольнении? Ну, почему тебя так это волнует? Ну, ты ведь не любил эту работу Ты каждое утро ходил туда Без всякого удовольствия А кто любит ходить на работу? Все так живут? Все? Не все И потом, я не хочу, чтобы мы с тобой были как все А жить мы на что будем? Вить У нас все есть А будет еще больше А С неба упадет Само Подождем Завтра поедем с тобой на речку Времени у меня Теперь свободного уйма Нет Завтра мы не поедем на речку У тебя важная встреча Какая встреча? Ну, этого я не знаю Все-таки Виктор не послушал Татьяну И собрался один Поехать на рыбалку Да, слушаю Виктор Васильевич, вас беспокоит издательство С вами хочет встретиться наш главный редактор Когда вы сможете подъехать? Да хоть сейчас Тогда мы вас ждем Возьмите паспорт Надо подписать договор И, кстати, гонорар за ваш роман Мы тоже можем вам выдать Гонорар? Ну да Ваш роман опубликован Мы вам неоднократно звонили Но у вас телефон был вне доступа А, ну У вас же мой старый номер А где вы нашли этот номер? Я не знаю Кажется, кто-то из ваших родственников нам позвонил Моя жена? Может быть Виктор узнал от жены Татьяны Что его уволят Так и произошло Подобные предвидения были у жены и раньше Окотанный страхом Виктор спрятался в квартире друга Виктор был близок к разводу Он решил, что его жена ведьма Татьяна пророчила Виктору важную встречу Он не поверил предсказанию И отправился на рыбалку Поездку прервал звонок из издательства Ему сообщили, что опубликован роман Который Виктор написал два года назад Вот опять Колдовство Она мне говорит У тебя завтра важная встреча А я уже на речку собрался Меня же уволили Я спрашиваю, какая? Она говорит, не знаю А на следующий день звонок из издательства У меня там два года уже роман лежит Я про него уже и забыл Ну, вернее, перестал надеяться Так вот Уже напечатали Двадцать тысяч экземпляров Гонорар и аванс на следующий роман Поздравляю С чем? Что она мне опять все предсказала? Ну, это просто она с вами лукавит Вам наверняка позвонили из издательства домой Жена переговорилась с ними И попросила перезвонить Радуйтесь, что такой поворот у вас в жизни произошел Получается, что ваша жена приносит вам только радость После разговора с психологом Встревоженный Виктор позвонил другу И договорился о встрече Она одну радость вперед видит Радость! Ты знаешь, что она мне сказала, когда я к ней приходил? Конечно знаю Что она не пойдет с тобой покупать лотерейный билет Лотерейный билет Она мне сказала, что Машка моя Не только меня не любит Но и постоянно раздражается от меня И что это может закончиться Для меня серьезной болезнью А самое главное, она сказала Я должен срочно от нее уходить Срочно! Вот скажи мне Ты меня сто лет уже знаешь Вот только честно Когда жена постоянно раздражается от мужа Может, это закончится ящиком Запросто Я от своей первой еле ноги унес Ты знаешь Я вот постоянно в последнее время допытываюсь у нее Есть у нее кто-нибудь или нет? Она все отрицает Орет на меня, козлом называет Я вот что подумал Может быть, ты с ней встречишься? Ну, она тебя уважает Может быть, она тебе что-нибудь скажет? Ладно Варенье вот бери Наша смородина Спасибо Маша Я к тебе сейчас как писатель обращаюсь Как инженер человеческих душ Скажи мне честно У тебя кроме Сашки кто-нибудь есть? Сашка что ли прислал? Да ладно, все равно Да, есть Два года я уже встречаюсь с другим человеком И счастлива Надо Сашке сказать А то ему твоя Татьяна сказала Что это может закончиться для него тяжелой болезнью Ну, мне пора Есть у нее мужик Она с ним два года уже в счастливой скакалке играет Ты должен уйти от нее Это все Жена твоя Танька предсказательница Жил бы сейчас с Машкой И жил бы Ты стал пить Печень совсем посадил А что вы про меня все знаете-то? Кому я нужен? Ну, смотри Я тебя предупредил Привет 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 Я у Сашки был От него Машка уходит У нее мужик какой-то есть А он считает, что во всем ты виновата Нет, он сам Мы сами все для себя делаем И плохое, и хорошее А как узнать, когда тебя по башке стыдонет? Я тебя люблю Это очень прозорливое чувство Я всегда знаю, что для тебя плохо Всегда тебе говорю об этом Значит, все твои видения от любви ко мне? Конечно Значит, и Сашке ты предсказала Потому что и его любишь? Там и так все видно А я ведь от тебя уйти хотел Пропадаю я от тебя И без тебя пропадаю Прошло две недели Виктор был увлечен написанием нового романа Жизнь изменилась Я пишу, я счастлив Что такое? Только не говори мне ничего неприятного Ну что ты, только приятное Ты станешь знаменитым Встретишь женщину Сейчас шутишь, да? Нет, нисколько Ну ты не переживай Меня ты все равно не разлюбишь Наоборот, еще больше оценишь Так что все в порядке Расслабься Да Мне теперь лучше Я снял квартиру Приезжай, посмотришь Ну одиноко мне Это как кругу оторвать Скучай о помашке Никому не нужен Время шло А другая женщина В жизни Виктора Не появлялась Он решил Что очередное предсказание Татьяны Было просто провокацией Ты мне про ту женщину сказала Чтобы на мою реакцию посмотреть? Нет Так вот Никакой женщины не появилось Не знаю Может я Ошиблась Ты хотела меня испытать Сознайся Поехали завтра на речку Нет С тобой невозможно нормально разговаривать Теперь Виктор всюду ходил со своей книгой И не мог налюбоваться ею Здравствуйте Продаете книги? Елена Корицына 36 лет Владелица салона красоты Разведена Всего лишь одну Какое совпадение А у меня уже есть эта книга Дело в том, что эту книгу я написал Вы? Не может быть А я иду и разговариваю с вами Со мной? Да Мысленно А и о чем же? О том, какая у вас замечательная книга Она такая чувственная Я с жадностью ее читала до утра И знаете, что мне больше всего хотелось? Не знаю, что Вы на двух страницах Описываете первый поцелуй героев Как они сталкиваются Встречаются с мирами В этом первом поцелуе И мне бы хотелось больше всего Я не знаю, говорить ли вам это Говорите, говорите Мне хотелось бы Поцеловать вас Для того, чтобы понять Так ли это на самом деле Как вы пишете Ну, вы читатель Это ваше право Ну как? Что-то почувствовала Но не совсем Я вот сейчас почувствовал Очень После знакомства Виктор стал встречаться с Еленой У нее на квартире Ты сегодня какой-то Загадочный Необыкновенный Хочешь знать, что меня Беспокоит? Ну, конечно Мы же стали так близки Помнишь? Я говорил тебе про мою жену Что она экстрасенс Что она все видит Но мы всегда в постели Говорим о твоей жене Но меня это нисколько не смущает Ты предложи, пожалуйста Так вот Мне кажется, что Она на нас смотрит Ну, в те самые моменты Что она сейчас под потолком Сидит Книжку читает Конфеты ест И фантики На нас Бросает Ты знаешь В моей жизни было много Мужчин с фантазией Но до такого еще не доходило Стоп, стоп, стоп А это что? Это? Это фантик От конфетки Я их тоже ем Нет Здесь есть какая-то мистика Я так больше не могу Мы должны расстаться А знаешь, мне это тоже нравится Фрагментарность жизни Виктор узнал от жены Татьяны, что его уволят Подобные предвидения сбывались и раньше Потеряв работу, Виктор был близок к разводу Он решил, что его жена ведьма Жена пророчила ему важный звонок и встречу с женщиной Звонок был из редакции Сообщили, что опубликовали его роман Написанный два года назад Виктор познакомился с Еленой И стал с ней встречаться Но страх, что жена где-то рядом Вынудил его разорвать отношения С новой знакомой Я совсем запутался Я люблю свою жену Ну, с любовницей мне было хорошо А она на меня с потолка смотрела Любовница? Зачем любовница? Жена Смотрела и Фантики от конфет Роняла Да, напустила жена на вас страху Ей интересна любая мелочь Любой вздох любимого человека Потому что она Просто вас любит И вообще вам надо радоваться Всему, что происходит с вами Вы рассуждаете, как Татьяна Но я не могу постоянно радоваться Ну, с такой женой, я думаю, вы научитесь Судя по всему, она Умеет жить счастливо А что значит Жить счастливо? Это когда радуешься каждому дню Каждой минуте Наслаждаешься всем Что происходит вокруг Когда все, что происходит Рассматривается с позиции Лучше понять и себя, и другого А что же делать, когда наступает Грусть, тоска, страх? И это возможность исследовать себя И понять, что вызвало эти чувства И когда находишь ответ Это тоже счастье Несмотря на разговор с Борисом Ефимовичем Виктор продолжал чувствовать себя виноватым Он и перед своим другом Испытывал чувство вины Все Мне женщина нужна Раньше хоть Машка была Хоть ночью ее можно было обнять Ну, хоть как-то Она, правда, спала крепко Ее из галубицы не разбудишь Ну, хоть Хоть как-то А теперь все Я с ума схожу без женщин А я думал Одному жить легче Легче? А ты попробуй Волком взводишь Тебе хорошо говорить У тебя жена вон какая Да В этом ты прав Я каждый день судьбу благодарю Мне каждую ночь Один и тот же сон снится Вот как засну Снится мне Огромный черный автомобиль Который Переезжает меня и давит И давит И давит Не знаешь Почему бы это? Может быть, этот черный автомобиль Машка твоя? Не знаю Вот не знаю Что бы мне такого сделать Чтоб кто-то меня услышал Женщина мне нужна Пойдем Куда? В женщине Когда Виктор привел Александра к Елене Чувство вины в нем поутихло Потому что он возвращал себе Супружескую верность И дарил Александру подругу Скажи, пожалуйста А у тебя, друзья, все такие прекрасные танцоры? Я вам два раза на ногу наступил, простите Ммм, такие галантные Посмотрите, он даже покраснел Я обожаю, когда мужчины краснеют Он очень застенчивый Простите, я, видимо, все делаю не так Да вы все делаете так Знаете, а ведь у меня никогда не было застенчивых мужчин Правда? Да И мне всегда было интересно А как же застенчивые мужчины Сороться? Он опять покраснел Александр редкий по красоте души человек Я это вижу Не надо меня, пожалуйста, мутить Вернее, смущать Ну, мне пора Надо еще в издательство две новые главы отнести Не, ну подожди, ну куда ты уходишь? Не уходи Да, не бросай нас Не могу Дела Ты знаешь, у нас с Еленой такая любовь Такая любовь, вот ты себе не представляешь И самое главное Вот ты сейчас обалдеешь Знаешь, что у нее есть? Огромный черный внедорожник Как раз такой, который мне снился во снах По ночам Странно А я и не знал, что у нее машина есть Да как же, в гараже у нее стоит Ну, правда, сама она не водит Как думаешь, что это значит? Это значит, что она не любит внедорожники Нет Это значит, что я теперь за рулем Ну, он ей достался после развода от мужа Правда, сама она его водить побаивается Поэтому я ей сказал, что у нее теперь есть личный шофер Зря ты это сказал Женщины больше всего не любят, когда мужчины считают себя их слугами Да А что теперь делать? Да ничего Елена мудрая женщина Она видит, что ты большой ребенок Она и мечтала о таком большом ребенке, как ты Как ты мечтала о своем черном внедорожнике Да ладно, тут наговорил мудрен Виктор начинал понимать, что значит жить счастливо А давай купим с тобой какой-нибудь хороший фотоаппарат И будем здесь все снимать А я хочу красками писать Здорово Правда? Ты знаешь, а я ведь уже давно купила и краски, и картон И спрятала Я думала, ты смеяться будешь С каких пор ты стала такая застенчивая? Ну, понимаешь, это ведь сокровенное Тут так важно, чтобы тебя любимый человек поддержал Как ты меня поддерживаешь, когда я пишу романы? Ты настоящий писатель А помнишь, ты мне про женщину говорила? Нет, про какую? Ну, ту, которую я должен встретить Не помню Так вот, не встретила я никакую женщину Пророчество тебя обманули Чудо ты мое Какие пророчества? Просто когда живешь с любимым человеком, то все знаешь про него Или не знаешь, если этого не надо знать Я тебя очень люблю Ты у меня какая-то волшебная Умение счастливо жить – это дар или постоянный труд? Этот вопрос стал перед героем нашей истории Виктора Удивляясь и пугаясь предсказанием своей жены Виктор даже не предполагал, что за ее ясновидением Стоит настоящая любовь к нему Ее умение замечать все, что происходит в его жизни Все, что он чувствует и думает Она, как исследователь, изучала окружающий ее мир И была счастлива, вне зависимости от того, какие знания приходили ей из этого мира Виктор научился у Татьяны такому отношению к жизни И теперь он тоже умеет жить счастливо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok